Утро доброе! Вести утро! Карачаева Черкесия с вами! Сегодня 26 июня. Старики говорили о том, что в этот день стоит ожидать появления большого количества насекомых, которые будут мешать животным, а также доставлять определенные неудобства и дискомфорт человеку. А вот что нам обещают синоптики, узнаем чуть позже. А сейчас время новостей. Повышение качества образования – главная цель. Министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко прокомментировала ежегодное послание главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова Народному собранию республики и ее ведомства. Какая работа уже проведена и что необходимо для выполнения поставленных задач? Смотрите в нашем сюжете. Оценка развития региональной системы образования дана и определены новые задачи, в соответствии с которыми были даны поручения в ежегодном послании главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова. К исполнению уже приступили. Они выполнимы, так как необходимые условия для работы созданы, сказала министр образования и науки республики Инна Кравченко. Достаточно хорошая основательная работа и фундамент был заложен до того, как завершается работа национального проекта образования. Я хочу сказать, что за весь период образования все контрольные точки в рамках реализации национального проекта образования были достигнуты. Это и строительство, и капитальный ремонт школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций, оснащение их современным оборудованием, конечно, профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров, реализация программ, повышение квалификации, методическая поддержка. Конечно, остаемся приверженцы основной цели. Это повышение качества знаний наших учеников. Это в том числе качество работы наших сотрудников, педагогов, непосредственно их подготовка, переподготовка, повышение квалификации. Это подготовка кадров профессионального уровня. Сегодня эту задачу также Рашид Борисбевич обозначил перед нами. Над этими и многими другими задачами мы готовы работать на перспективу ближайшую. В планах достойно завершить национальный проект образования. На смену ему в 2025 году придут новые, направленные на дальнейшее развитие отрасли и повышение качества образования. Начнет формироваться и реализовываться новый проект по созданию инфраструктуры дошкольного образования. В том числе это то, чего раньше не было. То есть это строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. И хочу отметить, что в рамках поддержки и поручений главы Карачаева Черкесской Республики уже в 2024 году будет отремонтировано за счет республиканских средств 12 дошкольных образовательных организаций по одной образовательной организации в каждом муниципальном образовании. В 2025 году в рамках нового национального проекта эта работа будет продолжена и будет длиться до 2030 года. Надо отметить, что помимо капитального ремонта будет и строительство дошкольных учреждений. Там, где необходимо, продлят строительство общеобразовательных организаций. Уже в этом году введут 4 объекта почти на 1500 дополнительных мест. Это даст возможность решить проблему со второй сменой, ликвидируя ее полностью. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня и в заключении расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильные дожди. Ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем в горах порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-17, в горах местами плюс 6-11. Днем плюс 19-24, в горах местами плюс 10-15 градусов. В северных и южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23 градуса. Высокая пожароопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова